Морозное февральское утро. Вся земля покрыта толстым слоем снега. И лишь вдоль теплотрассы проступают островки оголившейся земли с остатками прошлогодних сорняков. Нарядные пестрые птицы длинным острым клювом ловко достают семена из засохших колючих соцветий лопуха и без труда их лускают. Это щеглы. До чего же красивы они в своем действительно щегольском наряде. На Руси эту птицу очень любили издавна. И в наше время она остается одним из любимейших домашних питомцев. Большую часть года щеглы держатся мелкими стайками. Исключением является только время гнездования. И хотя пара от пары гнездится отдельно, но семейных участков нет. И никто их не охраняет. Выбирают для гнездования светлые опушки лиственных лесов, парки, сады. Обязательно зарослями бурьяна по соседству. Ведь его семена – их основная пища. Гнездо располагают, как правило, высоко на дереве, на тонких верхних или боковых ветках. Иногда у ствола, но обязательно у пучки тонких веток. Похоже оно на гнездо зяблика, только немного меньше. Строит жилище самка. Для маскировки она использует разноцветный мох, кусочки бересты, лишайник. Наружные стенки гнезда почти сливаются с корой дерева. Выглядит оно, как небольшой нарост, поэтому земли практически незаметно. Обнаружить его значительно сложнее, чем жилища других юрковых. Однако выдать размещение гнезда может поведение самца, который везде следует за самкой и своим пением привлекает внимание. Как только самка начинает насиживать яйца, беззаботность самца исчезает, и он становится ее кормильцем. Пары гнездятся не одновременно, а когда кому вздумается. И когда у одной пары уже подрастают тенцы, другая может только начинать обзаводиться жильем. По окраске достоверно отличить самку от самца очень трудно, даже взяв руки. Самка чуть светлее, и красная полоска вокруг клюва у нее уже. Но это не всегда. У молодого самца красная полоска тоже может быть узкой. Птенцы появляются через две недели. Родители кормят их в основном семенами сорняков и лиственной тлей, которая накапливается в больших количествах на концах ветвей деревьев. Другими насекомыми кормят редко. Самая любимая пища щеглов – семена различных сорняков. Они могут также какое-то время питаться одной травой, ощипывая ее листья. У маленьких птенцов родители по мед забирают. Большие испражняются на край гнезда. Перемена отношения к выносу отходов – явление редкое. И наблюдается еще у зеленушек и коноплянок. Приносят едущий глы в пищеводе и отдают из клюва в клюв. В двухнедельном возрасте птенцы покидают гнездо. Но еще приблизительно неделю опекаются родителями, которые кормят их и учат искусству добывания пищи. Этот щегол кормит слет котлёй, которую собирает на сливе. Слётки находятся в состоянии постоянного нетерпения, непрерывно требуя еду. Молодые щеглы еще не имеют полосок на голове, но золотисто-желтая полоса на крыльях уже заметна. Осенью щеглы образуют небольшие стайки. Зимовать остается больше половины. Меньшая улетает на юг. Стайки щеглов качуют под тем неухоженным угодьям, где в изобилии растут колючие сорняки и бурьян. Здесь они не знают конкуренции со стороны своей зерноядной родни, потому что их любимый корм другим недоступен. Острые и твердые шипы, надежно защищающие семена сорняков, их не останавливают. И хотя семена у лопуха твердые, щеглы разгрызают их скажущейся легкостью. Пение щегла можно услышать в любой сезон года. Даже зимой в щеглиных стаях найдется один-два солиста, которые постоянно поют. Если завести такого домашнего питомца, то весне можно радоваться круглый год. Птичка будет умолкать только во время линьки. Птичка будет умолкать только во время линьки.